МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями к этому часу в студии телеканала Север. Ольга Русул, здравствуйте. Пожар в Нальвенном Носе, мобильная связь на селе, состояние системы отопления в социально-гуманитарном колледже. И другое актуальные темы обсудили в ходе еженедельной планерки губернатора Юрия Бездудного. Как бороться с пожарами на селе, если срок службы пожарной техники вышел за пределы допустимой эксплуатации, а на добровольные дружины не хватает финансирования? Мороз и солнце жителям Ненецкого округа не до любования природой. Холода пришли в регион и, похоже, решили остаться надолго. Стоит ли надеяться на весну? Об этом и других темах в ближайшие 20 минут. В начале выпуска информация об эпид-обстановке в регионе. За прошедшие сутки в Ненецком округе не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу. На лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 58 пациентов, в том числе два бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 11 человек. Находится на амбулаторном лечении 47 человек. В регионе зарегистрировано три летальных исхода от коронавируса. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрированными случаями заболевания COVID-19 являются 987 подтвержденных случаев. По данным медицинских организаций, за истекшие сутки выздоровели два пациента. С начала пандемии проведено 20 511 ПЦР-исследований на выявление инфекции. За прошедшие сутки – 109. Состоят на учете в Управлении Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу 432 человека. Сняты с контроля с начала пандемии 10 679 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, а также меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции. В том числе масочный режим, режим самоизоляции для граждан, прибывающих с территории других регионов. Последствия пожара в Нельмином Носе, вакцинация от коронавирусной инфекции и качество связи на селе. Эти темы обсудили в ходе оперативного совещания при главе региона. Далее все подробности. Одна из центральных тем совещания – происшествие в Нельмином Носе. Напомню, там сгорел магазин и жилой дом. Из-за того, что не завелась спецтехника, местным жителям пришлось тушить пожар своими силами и даже звать на подмогу огнеборцев из окружной столицы. В итоге пламя полностью уничтожило строение. В связи с этим губернатор поручил главам поселения усилить контроль за состоянием спецтехники. Во-первых, проверить всю пожарную технику. Понимаю, что она достаточно старая, но тем не менее, обращаюсь к главам поселения проверить всю пожарную технику. Понимаю, что в условиях низких температур в старых машинах, скорее всего, слита вода. Это значит, что в случае возникновения таких ситуаций, нештатных, для того, чтобы запустить пожарную машину, потребуется какое-то время. Прошу всю технику проверить, чтобы она у вас была готова. В ходе совещания обсудили и эпид-обстановку в регионе. Исполняющая обязанности руководителя Департамента здравоохранения рассказала о количестве заболевших коронавирусной инфекцией. Также Елена Левина доложила о ходе вакцинации в регионе. От COVID-19 привились более 3% населения Ненецкого округа. Прошу обратить внимание на все запросы от глав поселений. Если вы помните, мы когда выезжали с вами в ОМУ, предварительно заявка была на 50 доз вакцины, а вакцинировали 135 человек. Скорее всего, так будет со всеми населенными пунктами. Поэтому при необходимости давайте большее количество доз для вакцинации в сельских населенных пунктах. Поговорили и о связи на селе. Антон Лебедев сообщил о результатах проверки интернет-связи в селе ОМА. По словам руководителя профильного департамента, скорость передачи сигнала увеличена. Канал разгружен. Кроме того, отработали и вопрос по работе мобильной связи. Ситуация с интернетом вот такая может складываться во многих населенных пунктах. Канал связи один, подключены школы, амбулатории, администрации. Также компьютеры могут начать обновляться и забивать этот канал. В этой связи, пожалуйста, отработайте со всеми главами, кто жалуется на скорость интернета. И при необходимости направьте своих специалистов для того, чтобы разобрались с ситуацией и могли купировать эти проблемные моменты. Также в ходе еженедельной губернаторской планерки вице-губернатор Наталья Сидорова доложила, что в здании Наринварского социально-гуманитарного колледжа провели повторную проверку системы отопления. В шести аудиториях на первом этаже температура некомфортная для занятий. Дети занимаются в аудиториях второго этажа. Для студентов составлено гибкое расписание и сокращены уроки. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». 30 лет – средний возраст пожарных автомобилей в селах Ненецкого округа. Понятное дело, в такие преклонные годы техника то и дело выходит из строя. Сколько имущества, иногда и жизни можно было спасти, если бы автомобили работали исправно? Александра Литкова продолжит тему. Этот автомобиль прибыл в пожарную часть села Тельвиска 8 лет назад и практически сразу отказался работать. Да и пожарной машиной его можно назвать с трудом. На самом деле автомобиль на базе ЗИЛ-131 – авторазливочная станция 1984 года выпуска. Она уже пришла сломанная. Сюда пригнали, она сразу сломалась и уже начали разбирать на эту машину запчасти, потому что запчастей не хватает. Это не пожарная машина, она идет как авторазливочная станция. Они переделали в Архангельске под пожарную машину и отправили сюда. И у них неудобный насос стоит там снизу, и он замерзает. Второй пожарный автомобиль в Тельвиске младше на пару лет. После периодических ремонтов с трудом, но все-таки работает. Что касается запчастей, то их действительно не хватает. Месяц назад отдельному посту села Тельвиска пришлось отдать двигатель от автомобиля коллегам из села Коткино. У них двигатель сломался на пожаре. Приехали, попросили. У нас в запасе лежал один двигатель. Приехали, забрали, увезли. Не знаю, собрали, нет машины они. Единственному пожарному автомобилю в селе Коткино более 40 лет. Поэтому, если случаются пожары, то не всегда на технику можно рассчитывать. Машина постоянно нуждается в ремонте. Готовим двигатель к установке. Когда пожарные автомобили находятся на очередном ремонте, на помощь огнеборцам приходят мотопомпы. Они есть практически во всех селах. Там сделано прицепное устройство. Мы ее прицепляли к машине обычной, когда выезжали на тушение пожара. То есть она очень нас сильно выручала. Мотопомпа Гейзер. Вот. Ну, тоже она двигатель. Это автомобиль 2108. В общем, очень нас сильно выручала. На сегодняшний день на балансе отдельных пожарных постов в селах находится 19 автомобилей, средний возраст которых 30 лет. Техника более молодого возраста, по словам главы телесочного сельсовета, в ближайшее время прибудет в село. У нас идет передача автомобиля «Урал» из округа от МЧС. Документы готовы. Ждем передачу автомобиля, когда упадут морозы, потому что сейчас его невозможно завести, на улице находится. Автомобиль не новый, бушный, но посвежее, чем наши зелы. Автомобиль «Урал» с большей емкостью цистерны. Цистерны 2006 года выпуска. Огромную помощь в борьбе с пожарами оказывают и добровольные дружины. Сейчас они есть не во всех окружных селах. Одна из причин их отсутствия – недофинансирование. На ближайшие сессии собрания депутатов в марте планируется внести поправки в бюджет о выделении на текущий год 6 миллионов рублей для добровольных пожарных дружин округа. В бюджете 2021 года эта сумма ошибочно не была учтена. Это очень важный блок, так скажем, общественной организации, которую необходимо поддерживать. В этом году, вернее, в 2020 году, когда мы рассматривали бюджет на текущие и последующие годы, к нам обратились за помощью, в том числе и управление. Говорило о том, что денег на сегодняшний день не хватало для реализации этой деятельности на местах. Поэтому мы поддержали, но сегодня, насколько я понимаю, все-таки там идет недофинансирование, необходимо разбираться. По словам Александра Чурсанова, сегодня округу нужно приобрести не менее 14 пожарных машин. Стоимость одной в арктическом исполнении порядка 7 миллионов рублей. Впрочем, вместе с автомобилями нужно обновлять и материально-техническую базу в целом, в том числе теплые гаражные боксы. В том же Нельвиномносе в прошедшие выходные дотла сгорел дом и магазин. Машина, которая уже 40 лет, попросту замерзла и не завелась. На сегодняшний день, да, это тот минимальный необходимый перечень автомобилей, 14. Но мы понимаем, что помимо автомобиля, это и пожарные помпы, это и оборудование, это обмунирование бойцов непосредственно. Это, опять же, финансовые средства в рамках некоммерческой деятельности. Вот по добровольным пожарным дружинам это оплата дежурств. Мы понимаем, что просто так эти бойцы, ну они не будут выходить. Мы понимаем, что мы должны заинтересовать, в том числе и финансово. Сейчас в регионе готовится программа комплексного развития сельских территорий. В рабочую группу по разработке программы входят представители всех органов власти и профильных организаций, в том числе окружные депутаты. Парламентарии предлагают внести в проект программы развития села обновление пожарной техники. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Арктические морозы для Ненецкого округа далеко не редкость, но нынешняя зима по своей суровости обошла все предыдущие. Аномально низкие температуры держатся уже более полутора месяцев и сдавать свои позиции не собираются. Мороз и солнце – день чудесный, но так ли это на самом деле, расскажет наша коллега Елизавета Кабанова. Аномальные морозы в Ненецком округе никак не хотят отступать. В ночь с 16 на 17 января ожидается похолодание до минус 39 градусов с порывами ветра 7-12 метров в секунду. По словам метеорологов, морозы на территории округа еще будут продолжаться. Такая же аномально холодная погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха на 10 и более градусов в сторону холода сохранится вплоть до 22 февраля. И она будет составлять минус 30-35 градусов. Также с ветрами различных направлений, но уже силы будет меньше до 5 метров в секунду. В третьей декаде февраля температура воздуха повысится и будет составлять минус 20-25 градусов. Но это еще не норма. Привычная температура для этого месяца составляет 17 градусов ниже нуля. И в предыдущие годы она была куда выше. Поэтому сейчас важнее всего погода в доме. Причем в прямом смысле этого слова. При поступлении нам информации по ЕДДС, то есть либо МЧС, о том, что в селении ветра идет, либо отрицательная температура воздуха, то есть холодная улица. Мы готовим телефонограмму в муниципальном образовании, в ресурсонабжающим организациям, также управляющим компаниям, то есть о том, чтобы они обеспечили дополнительный контроль и готовность своих аварийно-диспетчерских служб к этим инцидентам возможным. Что касается теплоснабжения, аномальные морозы не пугают профессионалов. Куда хуже было бы в случае резких перепадов. Специальные температурные графики рассчитаны под температуру наружного воздуха, что позволяет котельным работать в обычном режиме. На случай аварийных ситуаций у отопительных организаций всегда есть протокол действий. У нас персонал тоже подготовлен ко всем действиям. У нас разработаны положения, инструкции, как действовать в таких ситуациях. И поэтому есть дежурные у нас бригады, есть диспетчерская, куда поступает сигнал. И диспетчер организовывает тут же моментально устранение аварии, и мы отрабатываем. Надеяться на теплую весну также не стоит. По предварительному прогнозу, март на территории нашего округа также может оказаться суровым. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Телеканал «Север». Перевыполнили план по убою. Компания по заготовке мяса оленины в Ненецком округе близится к завершению. Девять оленеводческих хозяйств уже справились с убоем. Осталось два – СПК «Рассвет севера» и «Дружба народов». При этом уже сейчас план выполнен на 102%. 40 тысяч голов оленей, 1200 тонн мяса – это запланированный объем на убойную кампанию этого года. Девять оленеводческих хозяйств убой завершили, осталось два. Но уже сейчас план перевыполненный составляет 102%. Сейчас погодные условия, несмотря на всю их суровость, они способствуют тому, что мясо будет очень качественным и доедет до комбината в своем первозданном виде практически без потерь и порчи. Это, безусловно, в плюс. И это также погодные условия, они сложились в пользу оленеводов, потому что температура способствует сохранению мяса, и им легче переходить реки до местного убоя. 450 тонн мяса из заготовленного объема получено акционерным обществом мясопродукты. Сейчас сырье доставляется в город вертолетами и наземным транспортом. Кроме того, убойная кампания прошла без правонарушений. Это заслуга сотрудников полиции и глав муниципальных образований. И со стороны мясопродуктов приемку обеспечили. Тут максимально постарались поддержать оленеводческие хозяйства. Тем хозяйствам, которые нуждались в авансировании, авансы были предоставлены для того, чтобы не было ни в коем случае задержек по заработным платам. Уже сейчас можно сказать, что убойная кампания сложилась крайне удачно. Следовательно, увеличился объем заготавливаемого сырья. Ну, с этой задачей, я думаю, мясокомбинат справится. Мы сейчас рассматриваем возможность повышения объема холодильных мощностей. Это нужно в первую очередь для того, чтобы в следующем году у нас не было такой ситуации, что оленеводы готовы сдать мясо, но на комбинате нигде его хранить. Планируется к лету обновить холодильное оборудование на предприятии, наладить новые рынки сбыта, открыть магазины в Коми и Татарстане. Ничего святого, сотрудники полиции предупреждают, участились в случае обмана пожилых людей. Незнакомцы звонят, представляются сотрудниками пенсионного фонда, и уверяют своих жертв в том, что им положены некие выплаты и пособия. А дальше общение продолжается по старой схеме, когда жертва обман и переводит свои деньги на карту мошенникам. Такие звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками социальной службы, совсем не редкость. ЛЖ-сотрудники пенсионного фонда или Сбербанка уверяют своих жертв о том, что им положены некие выплаты и пособия. А дальше общение продолжается по старой схеме. Для перевода средств якобы необходимы данные банковской карты. Но в процессе разговора доверчивые жители могут передать и другие данные, секретный код, информацию из СМС-сообщений банка. На самом деле специалисты пенсионного фонда могут позвонить своим клиентам. Но такие звонки носят чистый информационный характер. Сотрудники пенсионного фонда могут, конечно, обращаться к пенсионерам, в том числе и посредством телефона, но только в рамках какой-то информации, предоставления им какой-то информации. Со стороны пенсионеров никакой информации мы не требуем, в том числе и информацию о банковских картах. То есть нам нет в этом никакой необходимости. Если вам все же позвонил сотрудник пенсионного фонда, то в первую очередь он должен представиться, четко назвать свое имя и фамилию, а также должность. Гражданин, прежде чем продолжить беседу, может перезвонить в отделение пенсионного фонда и удостовериться, что это действительно реальный сотрудник. Впрочем, удобнее всего зарегистрироваться на портале госуслуг и получить всю необходимую информацию от пенсионного фонда там. Да, граждане сейчас могут и не обращаться к нам в пенсионный фонд напрямую. То есть эту информацию, любую информацию они могут получать через личный кабинет. Все есть в личном кабине каждого гражданина, данные о стаже, о заработке, полные ли пенсионные права учтены у них в размере пенсии. Все они могут сами посмотреть. При этом необходимо, конечно, зарегистрироваться на госуслугах и иметь полный доступ к своей информации. Сотрудники полиции предупреждают, мошенники с каждым годом становятся все изобретательнее, придумывают новые схемы, в основе которых неизменно обман доверчивых граждан. В основном, если звонят, представляют сотрудниками различных социальных структур, это пенсионный фонд, Сбербанк, в основном в отношении пожилых граждан. Поэтому у нас в основном чаще преобладает это мошенничество, связанное, представляете сотрудниками Сбербанка, служб безопасности под видом оформления кредитов или ваша карта заблокирована под пенсионным фондом. Есть такие факты по России, но пока в нашем округе такие факты я не встречал. А чтобы не стать жертвой мошенников, надо помнить, что никому нельзя сообщать свои персональные данные и данные банковской карты. Это ни в коем случае не продолжать с ними разговор, не сообщать им никакие свои персональные данные, реквизиты карточек, реквизиты счетов и никаких действий не делать. Не бежать сломя голову в отделение Сбербанка, переводить какие-то денежные средства, просто прекратить разговоры и всё. Кроме того, полицейские предупреждают, ежедневно поступают обращения от граждан, которые стали жертвами мошенников на различных интернет-площадках. Заказывать на различных интернет-площадках только после того, когда уже имеются положительные отзывы по данный сайт. И если есть сомнения, что вы заказали не тот товар или вас обманули, при получении не получать этот товар, а отказаться от него, не оплачивая наложенным платежом. Просто бывает очень много таких случаев заказывают, тем более здесь в округе, таких очень много заказывают через интернет-площадки, различные товары, одежду. В данном случае проще предупредить, чем потом искать мошенников на просторах страны и даже за её пределами. Первое правило во всём – проверить и убедиться самому, что тебя не обманывают. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север». На этом у меня всё. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами на севере.